Дорогие друзья, видеоканал Original TV продолжает свою работу и сегодня в нашей студии Анжелика. Здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Анжелика, подающий надежду психолог, человек, который интересуется саморазвитием. Правильно, Анжелика? Правильно, да, я студентка. Вот, студентка. Затем, что ещё, Анжелика, чем ещё ты интересуешься? Расскажи немножко о себе нашим зрителям. И смотри, вот ты первый раз на камеру сейчас говоришь, да, и уже, в общем-то, не боишься камеры, да. То есть, я думаю, что Анжелика — это будущая телезвезда. Максим, ну, я человек такой, хочу немножко о себе рассказать. Я давно вот действительно не была на камере, немножко так волнительно, но ничего страшного в этом нет. Вот, а я человек творческий, я люблю рисовать, я люблю писать. То есть, меня волнуют в основном такие креативные, цепляющие за душу вещи. Я всегда интересовалась практически с маленького возраста психологии. И решила, ну, раз уж вот она всегда идёт за мной, я всегда изучала людей, наблюдала за их поведением, то почему бы не пойти и не выучиться на психолога в итоге. Вот так вот. Прекрасно. И сегодня мы хотели бы с Анжеликой обсудить тему взаимоотношений, да, между людьми. Почему столько одиноких людей, да, почему люди не могут построить отношения, что им мешает. Вот, и вот мы попробуем ответить на эти вопросы с точки зрения, вот, ну, используя, так сказать, наш житейский опыт, да, и знания, которые у нас уже есть. Вот, так как бы ты ответила на этот вопрос, Анжелика, что же мешает людям быть вместе, быть счастливыми? Как я считаю, самая главная проблема — это неумение находить какие-то общие точки соприкосновения. То есть люди иногда даже не понимают, вот честно, иногда даже не понимают, за кого они вышли замуж или на ком они женились. То есть вот эти точки — это большая работа, на самом деле, для тех людей, которые просто вот взяли, поженились детей, родили, да, как говорится. А ведь должно быть что-то общее, общее какое-то ядро. И вот с этим бывают проблемы очень часто. Также проблема заключается в том, что люди не хотят попросту, не имеют никакого желания находить консенсус, когда имеется какая-то проблемная ситуация, проблема. Да, если ты, вот эти два тезиса я бы тоже прокомментировал, значит, действительно, люди как бы соединяются только для того, чтобы продолжить род. То есть в чисто таких биологических целях получается, да. И вот она, значит, родила, я ж мать, она посвящает всю себя там с заботом о детях своих, да, о ребёнке. И, в общем, про всё остальное забывает, да. Вот, что наверняка у мужчины вызывает некий дискомфорт, который тоже вынужден, да, которого тоже как бы встраивают вот в этого, вот, заставляют обслуживать семью, да. И вот на этого ребёнка работать. Вот, и второе, ну, ты вот о компромиссах сказала, да, об уступках, ну, эго, да, эго. Эго, это наша самая большая проблема, гордыня. Эго, и это действительно, это, естественно, трудно себя преодолеть в чём бы то ни было. И для того, чтобы объединиться, да, ведь, ну, семья это такой маленький коллектив, да, а коллективы, ну, есть и большего размера, да, это и организации, и партии, и, в конце концов, государство, и, в конце концов, всё человечество. Вот, так что, но как с этим справиться, как ты думаешь? Понятно, что если человек чисто выполняет свои биологические функции, да, то ему ничего не надо. Но, с другой стороны, всё-таки он тянется, он чувствует себя одиноким, да. Конечно, конечно, есть всё-таки желание быть с кем-то, желание быть с любимым человеком, любить и быть любимым. Это две наши главные потребности. Вот, и какой-то вопрос? По поводу любить, да, но мне кажется, что, вот, я тут вспомнил притчу немецкого философа Артура Шопенгауэра, вот, о двух, о дикобразах, да. То есть, когда дикобразом холодно, то они стараются быть друг к другу ближе, да, чтобы согреться. Но чем ближе друг к другу они становятся, тем сильнее их иголки впиваются в тела друг друга, и они начинают им страдать, им становится невыносимо рядом. Все зависимость, и они стараются разбежаться тут же. Вот то же самое и с людьми. Поэтому, мне кажется, что, вот, идеальная форма брака, это, может быть, такой, что ли, гостевой брак. Как, когда у людей есть своё пространство, своя квартира отдельная, свой мир, который они создают, правда? Сейчас тебя закидают камнями. Да, пусть кидают. Пусть кидают. Гостевой, ой-ой-ой. Ну, а что ты можешь на это возразить? Ну, нет, я поддерживаю полностью твою точку зрения, в том плане, что, если, там, допустим, пара влюбилась, действительно друг другу понравились, это не повод создавать брак сразу же, то есть, сливаться. Достаточно часто, это бывает даже через два месяца, через три-четыре, уже они начинают жить вместе. Вот, я считаю, это большая ошибка людей. Они очень рано сливаются вместе. Вот, и детей, они рожают детей, да. Потом бывают, конечно, вот такие ситуации, когда люди разводятся, ребёнок на это очень сильно реагирует, он травмируется, соответственно, и эта травма может остаться надолго. Травма развода у ребёнка. Ну, ты знаешь, в принципе, человек ещё не то переживал, да. И вообще, вот в нашей стране, допустим, многие дети воспитывались и воспитываются в однополых семьях, да. То есть, мамой и бабушкой. Так что, в принципе, но это не значит, что ребёнок не может вырасти, или что он вырастет неполноценным каким-то, да. На самом деле, вот, ты знаешь, вот был такой философ Лев Выгодский, да. И вот он, вот первый, кажется, сказал о том, что общество воспитывает ребёнка, да. Что конечные формы личности ребёнка, да, они заложены в обществе. То есть, ребёнок будет таким, каково окружающий его социум. Да, и так что, так или иначе, дети же воспитываются там в детских садах, во дворах, у знакомых, в школах, там, и так далее, да. То есть, постоянно кто-то влияет на них, и оказывается влияние очень разных людей, да. Вот, так что тут нету особой трагедии. Вот, сегодня мне прислали статью одну, очень интересную, я, правда, не успел её прочитать целиком, но там речь идёт о том, что девочка, как бы, была изолирована от социума, ну, вот отцом своим, который хотел сделать из неё сверхчеловека, да. Вот, но цели своей он не достиг, а он просто травмировал психику ребёнка. И вот она стала психотерапевтом, прежде всего из желания помочь самой себе, да, кстати, в психологии идут люди, у которых... В первую очередь мы идём помочь с вами себе. Да, нерешённые проблемы с вами. Когда люди говорят, что, извините, когда люди говорят, что, то есть, на вопрос, когда задают такой вопрос, что вы пришли сюда по какой причине, человек отвечает, я пришёл сюда, чтобы помочь людям, на самом деле это ложь. Мы все пришли сюда помогать друг другу и сами себе. То есть, в первую очередь мы практикуемся друг на друге. Может быть, кто-то и людям хочет помочь. Я, кстати говоря, в это верю вполне, потому что я встречал людей, детей, подростков, которые вполне искренне хотели помочь другим. И думали больше о других, а не о себе. Вот я... Немного таких людей, немного. Это такая тема, она достаточно глубокая. Это тема проекции тоже. Есть определённая тема проекции, называется. Когда люди проецируют свои проблемы на других и хотят этого человека спасти. Такие ситуации тоже бывают. Это такое большое желание спасти человечество. Но очень часто такие психологи забывают сами о себе. Ясно. Хорошо. Но я сейчас не о психологах говорил, а просто о людях таких. Но если вернуться к нашей теме, сложности во взаимоотношениях, то можно сказать, что люди, в принципе, личностно незрелые просто. То есть у них есть определённые ожидания, так скажем, определённые представления о ролях. И всё. Так ведь? Да, вот муж, он должен быть добытчиком, приносить в клювики. Мы все родом из детства. И очень многие застряли на каком-то определённом психологическом возрасте. Поэтому очень важно проводить, мы проводим на курсах сейчас, очень часто, работу со своим внутренним ребёнком. Это очень важно. То есть люди, в принципе, инфантильные. И это мешает им строить отношения, да? Да, я соглашусь, пожалуй. Это не только мешает отношения строить, но и общество, и государство строить даже мешает. Это инфантивизм. То есть настолько глобально, представляешь? Вот всё идёт оттуда, из детства, и куда это вырастает? Настолько вот наш, вот этот внутренний ребёнок определяет вообще всё, вот наше сознание, да? И вот этот мир наш, нас окружающий, он, в принципе, является его отражением. Вот как там Дональд Трамп себя ведёт, да? Как ребёнок же. И другие люди тоже, которые просто личностно незрелые, да? Они не взрослые люди, не дети. Понимаешь, когда я смотрю на это, ну... Я немножко удивляюсь, потому что действительно, вот знаешь, из людей таких зрелых, которые мне очень нравятся, вот президентов, например, Вот это тот, например, Хосе Мухико, так вот он 9 лет отсидел в тюрьме. Понимаешь, вот, то есть этот опыт тюремный, да, опыт несвободы, страданий сформировал его, и он стал зрелым человеком. В отличие вот от этих всех бройлеров, да, которые просто там пороху они нюхали, и как бы такие избалованные ребята. Вот. Ну и так себя ведут. Ну это ладно, я ушёл в свою любимую тему, вот, а если мы опять вернёмся, что ещё мешает построить отношения? Да.